Йорик, это из Гамлета, да? Ага, отец изучал Шекспира. Тебя назвали в честь дохлого шута. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не Коротком. С вами, как всегда, Кин и мужики... Как себя чувствуете? Y. Последний мужчина. Жизнь обычных людей шла своим чередом. Кто-то опаздывал на работу, кто-то занимался важными политическими моментами, а кто-то обучал ребёнка фокусом. Но никто и глаза моргнуть не успел, как всё изменилось, и мир перевернулся с ног на голову. А случилось это потому, что нечто неизвестное унесло жизни всех носителей Y-хромосом. То есть всех представителей мужского пола. Как людей, так и животных. Неизвестно, что это было. Чья-то атака на мир, или может природа послала ужасный вирус. Но известно одно. В живых осталось два представителя мужского пола. Это сын президента Америки Йорик Браун и его мартышка Амперсанд. Как они выжили и почему выжили именно они, неизвестно. Но после встречи с матерью у Йорика, Амперсанда и секретного агента 355 появляется одна очень важная, возможно, самая важная миссия в их жизни. Найти одного гениального генетика, разобраться в ситуации и помочь спасти мир. Получится ли это у них? Вы узнаете в сериале. Так, давайте сразу. На момент создания этого видео вышло только три серии сериала. Поэтому это будет небольшой обзор плюс первое впечатление. Ну а когда сериал выйдет до конца, я выпущу ещё одно видео с полноценным мнением о нём. Конечно, если это видео наберёт хотя бы тысячу просмотров. Что в свете последних событий кажется мне совсем нереальным. Также в этом видео я буду местами повторяться и пересекаться вот с этим видео, которым я больше внимания уделил комиксу и даже рассказал, чем возможно закончится первый сезон сериала. Ну и, например, я буду ставить здесь звёздочку, которая будет обозначать, что информация в двух видео как-то связана. Ну а теперь о самом сериале, который начал разработку её ещё в 2015 году. И основана серией комиксов Брайана Кей Вона и Пи Геры, публиковавшихся компанией Вертига с 2002 года. Сами комиксы были вдохновлены эпизодом «Consider Her Ways» сериала Альфред Кичкок представляет, где болезнь также убивает всех мужчин на земле, и общество принимает матриархальную форму. Комикс был признан общественностью и критиками, и был номинирован на премию Хьюго и Айснера. Последнюю, к слову, он выиграл. Я лично пока что прочитал только три тома из пяти. И я в дичайшем восторге. А я ведь уже успел забыть какой-то кайф читать не только супергероику. И, наверное, это первый случай за очень долгое время, когда я прочитал первоисточник перед тем, как посмотреть сериал. И, наверное, зря. Но об этом чуть позже. А сейчас мы попытаемся понять, смог ли сериал дотянуться до шикарного графического романа? Или обосрался, не снимая штанов? Вообще, 2021 год идеален для такого шоу. Студии сейчас пихуют сильных и независимых во все возможные проекты. И со всех силёнок пытаются показать, насколько они классные, чёткие, сильные и независимые. А все вокруг никчёмные. Но студии забывают про одно. Годный сюжет. Из-за чего фильмы или становятся калом макаки, или просто вызывают эффект... Эх, ног. Но студии на это забивают и продолжают клепать подобного рода фильмы. И не подумайте, я не против адекватного феминизма. Я даже за него. И я не против адекватных фем-фильмов и фем-сериалов. Например, один из моих любимых фильмов это «Счастливого дня смерти». Ну а из сериалов «Ход королевы». Но возвращаясь к нашему сериалу, я боялся. Я боялся и ждал того, что они накуевертят сюжетом под влиянием криков современности. И знаете что? А ничего. За три первые часовые серии я ни разу не испытал кринжа. Ни от увиденного, ни от услышанного. Может дальше что-то и будет, так как там должны появиться сёстры амазонки. Но пока ничего. Но, наверное, как бы то ни было удивительно, отчасти, наверное, в этом кроется одна из проблем. Они неплохо перекроили материал. Но три первые серии довольно пустые. Из-за чего я не раз натыкался на комментарии под сериалом, где люди писали, что им стало скучно. И на самом деле да, можно было бы добавить больше динамики. Ну а теперь, само собой без спойлеров, давайте быстренько пройдёмся по изменениям. А именно я говорю про те моменты, где шоу чутка перекроило комикс. Для начала они расширили вступительную арку правительства. Это неплохо, но из-за этого урезали время Йорика. Да и когда он попадает к матери, ничего особо не происходит. В комиксе хоть нападение было, и Йорик как-то из защитной комнаты смог выбраться. Ну а тут ничего особенного. Хотя на самом деле и в комиксе тема с правительством была довольно пустой. Но так тут её ещё и растянули. Самого Йорика тоже чутка изменили. В комиксе он задрот, вечно сыплющий отсылками к разным фильмам, сериалам, шоу, играм и прочему. И из-за этого более интересно наблюдать, как такой тип как он будет выживать. В сериале же Йорик пока что более серьёзный и нервный. Это не делает его хуже, просто тут зрителю легче поверить, что он сможет выжить. Кстати, изначально на роль Йорика был выбран Барри Кеоган. Который вскоре засветится в Вечных в роли Друинга. Или Друинга. Но в феврале 2020-го стало известно, что Кеоган не появится в шоу. И его место займёт Бен Шнетцер. Не знаю, как по мне, они оба не особо подходят по типажу комиксового Йорика. Я бы лично выбрал Лукаса Тила. Но это так, вкусовщина. Дальше к изменениям. Бет не в Австралии. В начале комикса Бет в Австралии. И Йорик хочет сделать ей предложение, но из-за обрыва связи не успевает. И вплоть до третьего тома комикса они до сих пор не встретились. Из-за чего Йорик, не зная ответа, хочет её найти и хранит верность. Ну почти. В сериале же она есть. И Йорик успевает ей признаться. Но он отталкивается на негативную реакцию. И это всё портит в сюжетном плане. Выходи за меня. Я не могу заставлять тебя переезжать в Австралию. Будешь только мешать. Мешать? Чему мешать? Знакомиться с новыми людьми. Вливаться в общество. Если в комиксе мы не знаем Бет, не знаем её ответ и вместе с Йориком ждём встречи, то тут Бет сука. И у Йорика есть все права чпокать кого захочется. Он конечно говорит, что любит её и хочет найти, но нет. Этот момент сериал упустил. Также он упустил, или правильнее опустил, амулет Елены, за которым присматривала 355. По сути его сюжетную линию просто вырезали. Хотя, если без спойлеров, то с этим амулетом сериал мог бы поиграть со зрителями. Подсказав ответ на загадку вируса. Ну и касательно 355, нам сразу рассказывают моменты её характера одним простым кадром. В комиксе она загадка. Женщина тайна, суровая, ответственная, сильная и воинственная. И от этого момент, когда она садится вязать, выглядит неожиданно и забавно. Тут же нам в это ткнули пальцем. Мол, смотрите. Также к изменениям можно отнести то, что все Y-носители умерли не сразу. В комиксе это произошло в один миг. Из-за этого началась паника, суматоха. В сериале же нам показали, что сначала начали умирать животные. Потом, через несколько дней, люди. Что вызывает вопрос. А этого чё, блядь, никто не заметил? Ладно, олени и мыши. В лесу и в канализациях этого могли не заметить. Но почему фермеры не забили тревогу, когда у всех поумирали быки и петухи, например? Это бы явно подняло какой-то резонанс среди народа. Так что этот момент непонятен. Также я не понял момент с едой. Наступит средневековье. Ни еды, ни чистой воды, ни электричества. На самом деле он был и в комиксе, но тогда я не обратил на это внимания. Я понимаю, без размножения свежее мясо в скором времени исчезнет. Но есть ведь консервы, макароны, крупа и всё в этом духе. Но что в комиксе, что в сериале жалуются на недостаток еды. Хотя, по сути, людей-то стало меньше. К тому же, как ни крути, мужчины едят больше. Теперь их нет. Да у вас там еды должно быть до задницы. Дальше. Трансгендеры. Их в комиксе не было. Упоминали, прямая цитата, мужеподобных баб, но не показывали. Были девушки, которые клеили бороды, но не больше. Тут они есть. И знаете, я не считаю их недостатком или чем-то лишним. Как ни крути, в 21 году их достаточно много. И было бы даже странно, если бы их не было. Но блин, они настолько мужеподобны, что это сбило меня с толку. То есть, смотрю я, значит, и вижу, что все мужики умерли. Ладно, пока всё по плану. И тут Гера, сестра Йорика, сидит с мужиками. Чего? Только потом до меня дошло, кто они. Сколько ещё мужчин нашли? Нашли немало. Тех, что без Y. Хромосомы. Кстати, сюжетную арку Гера также расширили. В начале комикса мы видим её с возлюбленным Скорой. Потом она пропадает из сюжета, и потом появляется вновь, если без спойлеров, в неожиданном образе. Здесь мы следим за ней, и это может разрушить эффект неожиданности. Хотя, её могут позже вывести из сюжета. И это будет нормально. Дальше рискнёт ли Хулу показать сестёр Амазонок. В комиксе их тоже поначалу не было. Но их упоминали. А здесь пока что ничего. А ведь они очень важны для сюжета. Вот уж точно я не думал, что буду ждать появления радикальных феминисток в каком-то сериале. Ну и напоследок, из сюжета вырезали израильского капитана Цейлон. Хотя, она довольно важна для сюжета. По крайней мере, была. И уменьшили упоминание стычки Америки с Израилем. Уменьшили, но не вырезали. А поэтому Цейлон всё ещё может появиться. Ну и касательно остального. Само собой, добавили новых персонажей. Кого-то убрали. Изменили некоторые незначительные детали. Но знаете, что я скажу? Сериал-то неплох. Если не знать первоисточника. Актёры годные. Визуал, пейзажи, грим. Всё на высоте. За небольшим исключением Амперсанда. Он бросается в глаза графоном. Но я против использования животных в кино и сериалах. Поэтому окей. Повесточка пока что не душит. А за сюжетом следить интересно. Поэтому, как итог, я бы мог сказать. По отдельности, два источника работают. И даже очень. Но вот смешивать их я бы не советовал. Ну а так, вас ждёт мир нового постапокалипсиса, политические войны и одно гигантское интересное приключение. Что ж, пожалуй, это всё, что я хотел сказать касательно трёх вышедших серий. Для дополнительной информации смотри другой видос. Ссылку я оставлю в описании. А вообще, хотели бы такое сравнение для каждой серии? Напишите в комментариях. Y. Последний мужчина. Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну а в описании для вас я оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм и группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости, кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Если, конечно, вирус не настигнет наш мир. Всем пока! Пока! Показать, что я умею? Субтитры сделал DimaTorzok